Измена – это какая-то неудовлетворённость. Но в этой неудовлетворённости нужно тоже очень хорошо разобраться. Может ли человек, совершивший ошибку, измениться, понять, что это ошибка, и больше никогда так не делать? Да, конечно. Во-первых, это хорошая ситуация, чтобы увидеть все свои недостатки и начать, наконец, с ними что-то делать, как-то менять. «Прости меня, я прощаю. Забыли». И тогда, когда он приходит в новые отношения... Даже если ей больно. Даже если ей больно. Вот этого купола боли нет. Системные переплетения, системные динамики гораздо выше, чем выбор маленького неосознанного человека. Гораздо сильнее они руководят. Сегодня у нас будет очень непростая и в то же время интересная тема. Называться она будет «Измены». Поговорим о том вообще, что это такое, как это проживать, если это случилось. Наверное, из-за того, что есть такое понятие, как свободное отношение, у нас есть целое видео, где мы об этом говорим, немножечко размылось понятие, что такое измена. И вот хотелось бы для начала разобраться, а что такое измена? Это когда есть конкретно интимная связь с другим человеком? Или это, например, обращать внимание на другого человека – это же тоже измена? То есть что это вообще? О чём конкретно идёт речь? Когда два человека вместе, и кто-то куда-то уходит развлечься за какими-то впечатлениями? С точки зрения человеческой жизни, измена – это какая-то неудовлетворённость. Но в этой неудовлетворённости нужно тоже очень хорошо разобраться. Я предлагаю на самом деле сегодня просто размышлять. Чтобы не было такого звучания от меня правильно и неправильно, мне больше нравится, когда мы размышляем и когда мы доходим до фундамента, из которого рождается вот этот внутренний верный ракурс, верный какой-то вектор того, из чего складывается мировоззрение, такое богатое мировоззрение, устойчивость самодостаточного зрелого человека и измены. Очень часто я слышу, когда мы говорим про измены, от людей обвинения в две стороны. Например, вот мы говорим, человек изменяет. Ну, давай, у нас тут есть на примерах, вот у нас, например, семья. Не знаю, вот у нас, например, кто это будет? Это будет наша женщина. Пускай наша женщина будет, вот наш мужчина. Да, будет пара. Ну, кто из них кому будет изменять? Пусть у нас вот он мужчина, он такой танцующий, пусть мужчина. Пускай мужчина будет, да. Вот он увидел какую-то там одну, две, три, неважно, девушек на стороне. Собственно, когда мы говорим про этот факт, мы можем смотреть на его сторону. На его сторону и понимать, что если человек периодически интересуется чем-то другим, значит, вот здесь, вот в этих отношениях, что-то для него недосуществует, недопонятно, недоделано, недо... То здесь он не чувствует себя полноценно комфортно, скажем так, в разных аспектах. Кто-то не чувствует, может быть, доверия, кто-то не чувствует безопасности, кто-то не чувствует связи, кто-то не чувствует чего, не знаю... Понимания, да, кому-то не хватает. Да, кому-то не хватает понимания, принятия, да. Может быть, сначала всё было хорошо, а потом родился ребёнок. У нас тут ребёнок даже есть, маленький Будда. Да, родился ребёнок, и всё внимание переключилось на него. И девушка, например, так бывает очень часто, девушка, которая впервые становится мамой, она меняется, меняются её внутренние ориентиры, меняются её потребности. Абсолютно всё меняется, потому что рождение ребёнка, оно кардинально меняет диаметрально в противоположную сторону обычную женщину. Да, и не всем мужчинам здесь становится комфортно. И вот в этот момент мы можем пойти в две стороны. Вернее, как мы видим, что люди идут в две стороны. Например, обвиняя женщину в том, что мне с тобой перестало быть интересно, сексуально, увлекательно, впечатлительно, волшебно и так далее, завораживающе. Это, кстати, очень частая история, когда говорят, что если человек... Да, значит, здесь ему плохо. И вот теперь я, в принципе, согласна. Но только я не согласна с этой однобокостью. То есть я бы посмотрела сейчас в это мне плохо. Будем говорить правду, будем говорить твёрдо. И иногда даже жёстко, может быть, в какой-то степени. Правда она такая. Но ведь мы остаёмся в атмосфере создания «мы». В прошлых видео мы говорили о том, что если два человека вместе, когда они по одному, это я и я, я и ты. Это некая противопозиция. Но когда они решают быть вместе, когда они создают пару, это два человека, которые создают некое пространство «мы». Это результат этого «мы» могут быть дети. Это результат этого «мы» может быть совместный дом. Все что угодно. Просто вот это «мы» создаём, где есть я, ты и мы. Не существует только твоих интересов, только моих интересов. Существуют наши совместные интересы. Это некое третье решение, некое третье пространство. И совершенно понятно, что если в этом «мы», в этом третьем пространстве меняются условия, и эти условия, изменяющиеся, влияют на одного из членов этой системы, мы не можем обвинять только этого человека и говорить, что ты знаешь, ну вот теперь это только твоя ситуация, разбирайся с ней. Это было бы неправильно, это было бы несправедливо, правда? Конечно. И говорить о том, что, знаешь, вот всё твоё внимание было посвящено мне, а теперь у нас появилось что-то такое совместное, и всё твоё внимание уходит туда. Я недополучаю, я стал ненужным, я стал неважным. Скорее всего, конфликт остаётся вот здесь. То есть он не имеет никакого отношения к ситуации, он не имеет никакого отношения к тому, что изменилось. Ситуация остаётся здесь, она не разрешена. Она не разрешена тем, что этот человек, наш мужчина, ну или женщина, кто угодно может быть, одна и другая сторона, просто не вовлёкся в эти изменяемые ситуации, в эти изменяемые условия. Женщина остаётся, может быть, один на один с какими-то трудностями, с которыми ей не справиться. И вместо искреннего понимания, может быть, вместо искреннего слушания человека, с чем ты хочешь мне поделиться, что ты хочешь мерзко, что тебе трудного, чем я могу тебе помочь, давай это разделять вместе, ведь это наш ребёнок, а не твой. Это мы, это то самое мы, давай вместе. Начинается, ты можешь сделать так, чтобы он замолчал? Ты можешь забрать своего ребёнка, чтобы он тут не мельтешил? Ты можешь сделать так, чтобы я приходила с работы, я же приношу вам деньги, а ты как бы была не в растянутых каких-то трикотажных штанах, в каше какой-нибудь, которую на тебя выплюнул ребёнок, а как-то в нижнем белье, вот как раньше. То есть непринятие реальности, неумение видеть жизнь в её изменяемых позициях, жизнь она течёт, жизнь она меняется, это не значит, что эта девушка никогда не будет вновь сексуальной в нижнем белье, просто сейчас ситуация вот такая, и ей сложно под это подстроиться, совершенно очевидно. И что она хочет? Она хочет увидеть друга, который помогает ей в этом. а не предаёт, когда всё это надоело, когда я больше не могу это слышать, ночами не спать, я ухожу куда-нибудь, где тихо, я ухожу куда-нибудь, где вот это самое... Так же, как было у нас вначале. Так же, как было у нас вначале. Вот я хочу это сохранить, вот теперь вот это вот здесь. А ты как-то вот сама с этим совсем попробуй разобраться. То есть это некое предательство изначальное. Я не с тобой здесь, я там. И тут большой вопрос, где первично всё сломалось, где вторично, обвинять ли девушку в том, что что-то пошло не так, возможно ли вообще обвинять её, потому что это некая объективная смена реальности. и скорее всего это недостаток ответственности и недостаток какого-то, каких-то добродетелей или какого-то благородства, наверное, у мужчины в этом случае, который бросил в тяжёлой ситуации человека, партнёра, любимого человека, возможно, даже решать эту проблему самостоятельно, потому что он оказался тоже инфантильным, он оказался слабым и неспособным решить эмоциональную трудность. Да, потому что это больше эмоциональная трудность. Чем это останется между ними? Даже если вся эта история, вот она найдётся, там эта девушка вам, она потом исчезнет из жизни, будут скандалы, он там, прости меня, я вернулся. Но чем это останется в их жизни? Это останется трещиной навсегда. Так ведь? Как мы ещё и говорили, что если у них, например, была интимная связь, то тогда и вообще он останется как на закрытые отношения, которые будут постоянно между нами. Конечно, конечно. Это она в любом случае всегда будет вот здесь тенью. Всегда тень этих отношений, она будет здесь, чтобы между ними не происходило. она всегда помнит, что любой её неправильный поступок, любая её неправильная позиция, и он это уже сделал однажды. Она всё время будет этого бояться. Но бояться ещё потому, что в системе вот эта фигура, она появилась навсегда, и она теперь никуда не денется. У девушки появится ещё большее напряжение, она перестанет ещё больше быть собой, она и так на себя потеряла. Ей нужно новую себя выстроить. И у неё появится ещё большее напряжение, потому что ещё большие маски, она поймёт, что ей нужно ещё больше соответствовать, иначе он вернётся к этой тени, которая за ним блуждает. Это или другая, это не имеет никакого значения. Смысл того, что это место существует, куда он уже однажды был притянут. Это вот такая ситуативная, наверное, измена, которая... Или, например, это не дети, это, например, возраст. Когда биологический возраст над женщинами... Не так привлекательно уже, может быть, да. ...издевается, я бы сказала. Она далеко не так привлекательна. Если мужчина с возрастом становится только краше, те, кто ухаживает за собой, те, кто как-то занимает за собой, то возраст милосерден к мужчинам, он становится более интересен в своём опыте, со своими морщинами, со своей лысостью, да, со своей мудростью в глазах какой-то, ну, или умудрённостью, не столько мудростью, то про женщину это не скажешь, потому что женский организм, он выматывается гормонами, выматывается родами, да, и различными гормональными перепадами совершенно по-другому. И кроме того, наши стандарты красоты, наши ожидания от этой красоты, это особое издевательство, да, над женским, над женщиной. И очевидно, что мужчина, он же помнит, как это было, когда там она была молода, и вот такая вот всё время привлекательная, яркая всё время, да, секс везде, особенно конфетно-букетный период, всегда, когда он только захочет, к твоим услугам. А тут уже по прошествии 20 лет совместной жизни мы видим совершенно другую картину. Мы видим тело, которое не привлекает, не возбуждает, да, мы видим женщину, к которой мы уже привыкли, и она не возбуждает, и не привлекает какими-то своими, не будоражит, да, воображение. Всё становится обыденным. Всё становится обыденным. И в определённый момент я теряю к ней интерес, понимая, что я теряю некую свою мужскую силу, некую свою мужскую привлекательность, сексуальность и веру в себя в том числе, потому что, ну, для мужчины это некая, да, всё-таки... Показатель такой. И тогда я прибегаю к помощи каких-нибудь прекрасных юных талантов. Из того, чтобы здесь, да? Дарований, да. Да. Собственно, я... Вот, что и получается. То есть мне здесь сложно, мне опять здесь сложно, и поэтому я прихожу туда, где просто легко. Я не прикладываю сам никаких усилий. Я просто меняю картинку, и новая картинка, она меня будоражит, она меня привлекает. Ну и кроме того, там ещё какая-то поменьше ответственность, чем здесь, да, поменьше воспоминаний в каких-то ошибках. В общем, все показатели скорее указывают на плюсы ситуации, чем минусы, да. У меня всё получается, я бравый парень, герой, герой-любовник, да, всё отлично. Ну и восхищаются здесь, скорее всего, даже больше. Конечно. Ну, восхищаются, всё же что, восхищаться? Ты уже как облупленный. Со всеми своими становлениями, ошибками, провалами. Да, мы точно знаем цену каждому слову и каждому действию. А здесь-то нет. Здесь-то ты ещё герой на белой лошади, на белом коне, да, или на белой лошади клячи. Собственно, что получается? Получается, что в большинстве случаев вот эти отношения, они останутся, останутся здесь. Мало кто, мало кто возвращается сюда. Ну, либо если это действительно какие-то нужные отношения, социальные, финансовые и так далее. Ну, это скорее редкость сегодня уже. Чаще всего получается, что мы вот перебираемся сюда. И теперь с точки зрения системии, системной психологии, нам нужно посмотреть, а с чем же остаются все эти ребята? Да, что же остаётся? Что остаётся у них? У них остаётся память о том, что они причинили боль вот здесь. И эта боль, она навсегда с ними. Получается, он как бы исключил её из своей системы? Конечно. Он не только её исключил, он ещё исключил малышей. Да, потому что с одной стороны малыши к этому не имеют никакого отношения и дай им Бог мудрости, чтобы это никоим образом не сказалось на детях, но скорее всего это нереально, зная практику. Мало кто из мужчин и женщин обладают настолько серьёзной осознанностью, мудростью и какой-то умностью, скажем так, чтобы не втягивать в это детей, чтобы дети остались за рамками происходящего с мамой и с папой. Чаще всего дети в это тоже включены. Поэтому с ними, с этой новой парой и у этих новых отношений останется, они покрыты такой оболочкой, если бы у нас было какой-то там купол, который бы мы представили себе, которым накрыта эта пара, это купол из боли, который они причинили вот здесь. При этом, конечно, совершенно понятно, что это может быть адекватный человек, это может быть не очень адекватный человек, это может быть человек, который сам приложил руку к тому, чтобы наш молодой человек пошёл на сторону. Может быть, это пьющий человек, у нас девушки тоже пьют, может быть, это человек с депрессией, с глубокой и по понятным причинам, а у него своя собственная жизнь, и почему он вынужден 20 лет жить с человеком, который 20 лет лежит в кровати. Может быть, он пытался как-то решить вопрос поговорить, но ничего не получилось. Ничего не получилось, может быть, она не хочет решать свои проблемы и лечиться или ещё что-то. Ситуации могут быть абсолютно разные, но в любом случае, если они вступают в отношения в тот момент, когда они женаты, всё оставшуюся жизнь они накрыты этим куполом боли, который они причинили. Вот если совсем другая история, если он сначала закрыл эти отношения и сказал, драгоценная моя, спасибо за детей, спасибо за всё красивое время, которое мы провели вместе, но как бы всё. Я знаю, что я причиняю тебе боль, я себе боль причиняю, потому что, но всё-таки у тебя своя жизнь, у меня своя, давай дадим друг другу другой шанс. То есть, по факту, он сейчас делает свой выбор, правильно, и о нём говорит. Именно. Он сейчас делает свой выбор, он сейчас о нём говорит. И тогда, когда он приходит в новые отношения, даже если ей больно, даже если ей больно, вот этого купола боли нет. Это он уже закрыл эти отношения, он признался во всём, он об этом сказал, он не замолчал, не ушёл, здесь наврав, тут наврав, да, и потом как-то из этого пытаясь вылезти. Нет, он поступил честно, как джентльмен. Ну, так бывает, что чувства просто заканчиваются, так бывает, что мы видим, что, ну, да, мы жили ради детей. И здесь будет, кстати, мне кажется, очень честным сказать об этом, не продолжать быть человеком, а вот прям сказать им правду. Да, что, ну, вот это так, да, это будет очень больно, конечно, очевидно, очень больно, очень болезненный процесс, но он честный. И очевидно, что если это человек с высокой долей духовной зрелости, то он будет помогать другому справиться с этой болью. Не просто бросит, ты знаешь, ты мне, кстати, больше не нужна. До свидания. Да, и уйдет. А он поможет справиться с этой болью, поддержит, да, как-то сделает все возможное, сделает это максимально, максимально щадящим способом. Насколько это возможно, конечно, для зрелости женщины. Но мы сейчас с его точки зрения смотрим, да, все. И только потом здесь все оставив, как честный гражданин, он возвращается, вернее, например, находит какую-то новую гражданку и начинает с ней новый какой-то виток в своей жизни. И даже если у предыдущей барышни есть к нему большая обида и боль, и очевидно, вполне вероятно, что она не будет любить и злиться очень на новую пассию, все ее чувства и эмоции это ее ответственность. Никоим образом на эту пару они не повлияют. Но если он сделал все неправильно, это вот все время вот здесь вот все накрыто этим, да, и отсюда чувство вины и через некоторое время у него, у нее, у них чувство стыда, чувство какой-то какой-то странности. Вдруг у нашей прекрасной мадам появится ревность. То, что мы как раз обсуждали. То, что мы обсуждали, да. Вдруг на пустом месте. Почему? Да потому что он все время будет развернут вот туда. Да потому что он же все-таки в душе своей негодяй. Он негодяем может быть в личности, но душа у всех прекрасна. И внутри души сущности у человека все-таки есть некая совесть, которая точно знает, что он поступил неверно. Детей оставил, жену оставил. То есть это как раз тот момент, когда душа хочет, чтобы она сделала все правильно, все красиво. Душа хочет, чтобы мы все сделали правильно, чтобы мы были честны. Даже если это будет больно для себя, для другого, но мы хотим, чтобы все было правильно. Иначе это чувство вины, которое человек будет все время туда возвращаться. Либо внешне он может быть даже в конфликте, он может даже в ненависти быть к ней, но в душе он развернут туда. Пока человек испытывает, кстати, секрет, пока человек испытывает ненависть, это значит, что он вот так стоит. мы думаем, что раз он ненавидит, значит, он отворачивается от человека. Ничего подобного. С системной точки зрения, помнишь, я рассказывала, что чем больше конфликт между людьми, тем больше они притянуты друг к другу. Пытаются решить этот вопрос. Души притягиваются. Внутри своей души, внутри этого пространства системы, они смотрят друг на друга вот так. И чем сильнее конфликт, тем ближе они друг к другу. Чем сильнее ненависть, тем ближе они друг к другу. Интересно. Да? Поэтому, если ваш партнер наполнен ядом относительно своего предыдущего партнера, это плохой признак. Очень плохой признак. Это говорит о том, что он вот здесь. Если вы спрашиваете, ты был женат, и расскажи там, ну, женщины любят интересоваться, и вы услышите, ты знаешь, да, я был женат, я закрыл отношения, моя жена очень уважаемый мной человек, я ей очень благодарен, у нас есть дети, это прекрасная женщина, чудесный совершенно человек, невероятный человек. Я ее очень ценю, я ее даже люблю как друга, я ее очень уважаю, ну, просто наши отношения закончились. Это как будто бы еще и про какую-то самодостаточность. Это был мой выбор. Это был мой выбор. Да. Ну, то есть, если в этот самый момент девушка, слушая юношу, начнет чувствовать ревность, соперничество с этой женщиной, этой девушке я бы порекомендовала... На эмоциональную зрелость. Да. Я бы порекомендовала, во-первых, сходить на курс эмоциональной зрелости, дабы стать поумнее. Потому что вот это как раз просто говорит о том, что у нее недостаток, недостаточно умности, чтобы правильным образом это расценить. Перед ней сейчас человек, который умеет ценить, благодарить, любить, благородный, честнейший человек, который умеет распознать все и поставить все на свои правильные места на уровне поступков. Если ты ревнуешь и начинаешь сравнивать себя, что я не такая прекрасная, не такая чудесная, не такая... Да, у тебя большие проблемы. У тебя, не у него. У него проблем нет. Когда мужчина говорит большое спасибо моей жене, она была чудесная женщина, в этот самый момент вы можете быть уверены, что на системном уровне он стоит лицом к вам. Но как только моя жена была змея, это значит, что он вот здесь. Вот тогда стоит переживать. Вот тогда стоит переживать. Вот тогда стоит переживать, потому что даже если он не вернется к ней, есть большая вероятность того, что вы змеей станете тоже. Просто потому, что человек из другого человека делает змею. И где гарантия того, что вы этой змеей не станете, когда поступите как-то не по его, и так, как он не ожидает и не хочет. Так вот, собственно, вот это с точки зрения такой легкого анализа ситуации, которая происходит. Если, например, в том, что человек уходит, виновата девушка, и она не оставляет никакого выбора в изменении ситуации между ними. Хотя на самом деле, но ведь не бывает, когда только один виноват. По сути, получается, что нет. Они должны как-то... Вот даже, опять же, тут вопрос, у него всегда был выбор изменить. То есть если он ей, например, объяснил всё и ушёл, то это как бы уже даже неизменно. Он очень по-честному поступил. Но мы сейчас говорим про то, что даже вот если он ушёл... Ну, давай сейчас немножко, может быть, даже не только изменам, но и в принципе поговорим про разводы, расходы, заканчивания отношений. В этом случае мы ведь понимаем, что когда-то, когда они встретились, это были красивые ребята, которые верили в прекрасное, чудесное будущее. Надолго. Надолго. Навсегда. Навсегда, скорее всего. Ну, я верю, что каждая пара, которая встречается и влюбляется, они хотят навсегда. Они не думают, что, знаешь, мы сейчас немножечко... Есть, конечно, да? Мы сейчас немножечко, а потом как бы разойдёмся. Нет, есть. Но большая часть людей хотят навсегда. И когда начинается тот момент, что что-то пошло не так, ведь в этот момент за это ответственны оба. Я не люблю слово «виноваты». Ответственны за это оба. Несут ответственны за это оба. Кому-то первому, да, стало некомфортно. Он сказал, другой не услышал. Или он не сказал другому, а тот не увидел. Или его поведение спровоцировали. Или поведение этого. Или совместно. Да, что-то произошло, где оба не досмотрели. Но... И это даже не в контексте поступков. Это в контексте того, что мы перестали слышать друг друга. Мы перестали друг на друга смотреть. Мы перестали друг в друга вглядываться. Мы перестали дорожить друг другом. Мы перестали выбирать каждый день друг друга. Нам стало всё равно. Или нам стало естественно, что ты со мной. Это как мебель. Которую ты обязан быть. Нормально, что здесь стоит этот стол, потому что он принадлежит этому дому. Вот мы начали относиться так друг к другу. И очевидно, что изменять станет в этой ситуации тот, у кого на самом неправильном месте стоит такое качество, как преданность. Такая вовлечённость, ответственность. То есть пойдёт налево именно тот, у кого так себе с этим моментом. А второй останется в ситуации, чтобы это всё на себе тянуть. Чтобы то, что они создали, вдвоём на себе вытягивать. Обычно так. Вот если сейчас мы попробуем распутать вот этот клубок и посмотреть с одного ракурса и с другого. Предположим, возьмём мы вот этого мужчину, который пошёл и изменил. Ему же наверняка очень сложно. И вот если мы сейчас встанем на его место и представим себе, что мы оказались тем самым человеком, у которого ценность преданности была меньше, но я совершил событие, но теперь мне жаль. Что делать? Покаяться. Потому что здесь-то понятно, да? Как бы, ну, примерно. А вот там-то что делать? Покаяться. Покаяться и исправить. На самом деле, вот если говорить про воспитание духовной зрелости у этих двоих, мы должны сказать, что тот, кто совершил ошибку, должен прийти и покаяться. Раскаяться. Тогда вот здесь не будет постоянно тень? А, будет. Ну, она навсегда, понимаешь? Очень часто мне задают вопрос, мне больно, как сделать так, чтобы избежать боли после того, после той ошибки, которую я совершил. Никак. Какая расплата, да? Как бы, за ошибку? Конечно. Ну, ты сделал ошибку. Эта ошибка может быть всё, что угодно. Ты порезал себе палец или руку. Ты сделал что-то неправильное в другом каком-то контексте. И пришёл результат от того действия, которое ты совершил. Это просто результат. Тебе всегда будет больно. Да. Потому что ты это сделал. Мы люди, мы хотим вот этой кармы комфорта, кармы богов. Мы хотим делать всё, что угодно. Мы хотим совершать все безумства мира и чтобы нам за это ничего не было. Но так жизнь не работает. Это не к тому, что она будет вас наказывать. Жизнь не наказывает. Это лишь закон как будто бы причинные следствия. Это ты делаешь. Ну, то есть закон причинные следствия, когда ты понимаешь, что то, что ты сделал, оно несёт за собой последствия. Ответственность. Жизнь ни при чём. Ну, то есть если ты съел кусок торта, то этот кусок торта отложился у тебя на бочках. И ты же не говоришь после этого, какая жизнь несправедливая, она меня наказывает за кусок торта. Жизнь-то здесь при чём? Ты когда ел кусок торта, ты что, не знал, что это 1500 калорий, которые отложатся у тебя в бочках или в пузике? Знал. Знал. Но сделал это. Правда? Но я хочу так, чтобы есть пироженку, но не толстеть. Я тоже, кстати. Да? Но жизнь так не работает. Не работает так в жизни. Ты ешь пироженку, и если у тебя плохой обмен веществ, ты толстеешь. Если у тебя хороший обмен веществ, ты не толстеешь. Это принцип реальности. Да? Ну ладно, объяснили. Так вот, ты совершаешь ошибку, и совершенно очевидно, эта ошибка всегда с тобой, как твой опыт, как твой бэкграунд, как, собственно, та самая твоя судьба, благодаря которой ты эволюционируешь, ты растёшь. Может ли человек, совершивший ошибку, измениться, понять, что это ошибка, и больше никогда так не делать? Да, конечно. Именно поэтому, я и говорю, нужно понять эту ошибку и раскаяться, когда ты раскаиваешься. Истинное раскаяние, вот это божественное раскаяние, когда ты понимаешь, что ты сделал, и ты точно никогда так не сделаешь. Если ты сделаешь, ты не раскаялся. Да? Это нет. Это просто я извинился, знаешь, мам, прости меня, просто я больше так не буду. Я сегодня украл конфету, прости, пожалуйста, я больше так не буду. Я не буду красть, что ты не будешь? Я не буду красть и не буду врать. Завтра, мам, прости, пожалуйста. Так ты же уже это говорил. Ну, ещё раз скажу. Нет, раскаяние, это когда я понял, насколько больно моему любимому человеку, насколько я сейчас подверг опасности, вообще самое ценное, драгоценное, что у меня есть, поэтому я больше никогда так не буду делать. Я раскаялся. Но этого мало. ты-то никогда не будешь делать, но она-то в тебе это видит. И поэтому нужно прийти к другому человеку, которому ты причинил боль, и исправить. Как? Спросить. Спросить, узнать, понять, это очень сложно. Это очень непростой момент. Но мы должны исправить. Да? Мы должны исправить. человек действительно должен увидеть, он действительно должен почувствовать, прочувствовать, что он может нам доверять. Мы должны исправить. Это не доверие в доверие. Это значит поступками, своими действиями превратить жизнь в веру, вернуть ему веру в нас. И если этот человек не согласится простить, это тоже будет по сути расплата за ошибку. Он имеет право не прощать. Он имеет право не прощать. Если там тоже недостаточно духовной зрелости, он имеет право не прощать. Вот это интересно. Вот. А тогда здесь предположим, вот мы берём эту женщину. А теперь с её стороны. Да, с её стороны. Ну то есть с её стороны понятно. С его понятно. Его простить. Вот он пришёл, мы всё поняли. Он раскаялся, понял, что совершил большую ошибку, пришёл. Да, пришёл. К этой женщине, которой очень сильно больно явно. Да. Вот как понять, что нужно ли сейчас его простить или не нужно, или это только сам человек может принять решение? Только сам человек может принять решение. И опять же, это тоже очень сильно зависит от реальности, от ситуации, от этого человека, от ситуации, от того, как он это проживает, с чем он возвращается обратно, от той прекрасной мадам. И, конечно, это очень зависит от её духовной зрелости, от её эмоциональной духовной зрелости. Если он очень сильно ударил по её и так несовершенному эго, и так, ну, вернее, наоборот, эго совершенно, да, сущность и духовная зрелость так себе были. и у нас подросли с невероятной скоростью комплекс неполноценности, зависимость, зависть, ревность, все вот эти качества, которые у нас и так-то были, да, очень хорошо развиты. А здесь сейчас мы стали куском нервов, потому что мы вообще теперь убедились, что нас нельзя любить, мы никому не нужны, и нас можно предать. А теперь надо как-то теперь с этим совсем справиться. Во-первых, это хорошая ситуация, чтобы увидеть все свои недостатки и начать, наконец, с ними что-то делать, как-то менять, да, ту самую неполноценность себе воспитывать, превращать в веру в себя, научиться жить своей собственной жизнью, не полагаться на другого человека, вернее, не перевешивать, не перекладывать себя, ответственность за свою жизнь на другого человека, да, жить своей жизнью, жить своими интересами, быть интересным человеком, быть человеком с богатым внутренним миром и вернуть себе или вырастить, если этого никогда не было, да, но подумать, что если это произошло, теперь мы возвращаемся к ситуации, когда это начало происходить, когда виноваты, когда ответственны оба, значит, вот тогда я тоже что-то не увидела, не предусмотрела, на что-то не обратила внимания, может быть, не услышала, не услышала, не придала значения, поверхностно к этому отнеслась, и вот тебе, пожалуйста, результат. Но только тут важно добавить, как будто бы хочешь сказать, что не обвиняя себя при этом, да, вот как будто бы не нужно варить с этого в чувстве любви. а себя, типа вот некоторые, мне кажется, женщины могут уходить в такое, что это я во всём виновата, это всё я, это потому что у меня там футболка, ну и так далее, да. Ну давай сначала первый вариант возьмём, что вот виноват он, да, для неё виноват он, это он козёл. Она забывает, что в этом во всём виноваты, ответственны оба. они тогда не удержали вот эту связь. Они оба не создавали между собой вот эти достойные, искренние, глубокие отношения. Может быть, она в быту, может быть, дети, может быть, какие-то другие истории, она действительно про него забыла? Может быть. Она, может быть, впала в состояние жертвы, саможалости и начала обвинять его, что ты живёшь своей жизнью, ты тут хочешь на работу, а я тут с ребёнком и так далее, и так далее. И он стал таким мальчиком для битья. Может быть, такое бы, может, конечно. Миллионы примеров мы сегодня можем привести, как это между ними разворачивается. И каждый из этих миллионов будет разным. Поэтому мы, конечно, не сможем все примеры привести, как это может быть. Но может и такая вероятность. Поэтому вероятность, вернее, ответственность нашей барышни в том, чтобы принять и свои последствия за дух, халатность, безалаберность в отношении него. Она-то тоже ведь приложилась к тому, чтобы не сохранить эти отношения. Она ведь тоже приложилась к тому, чтобы они были разрушены. и теперь тоже можно вернуть. Но вернуть не всегда. Можно вернуть ему. Если он пришёл, вот как мы говорим, но если он пришёл, и если мы видим истинное раскаяние, то нужно быть очень глупым человеком, чтобы всё время смотреть в эту тень. А если он пришёл начать заново с чистого листа, то значит, нужно сесть друг напротив друга, прийти к той точке, с которой всё началось, он признается, я в этом был неправ. А я в этом была неправа. Давай начнём всё заново. Давай. Забыли. Забыли. Прости меня. Я прощаю. Забыли. Никогда. Ни при каких условиях. Всё, что было сзади, всё, что перевёрнутой страницей, является не должно вновь встать, как... Перед ними. Перед ними, как призрак. Нет. Оставьте бедного человека в порядке, в покое, потому что каждый раз, когда его призываете, он приходит. И он всё время... Он однажды придёт, вернётся, даже если человек искренне признал своё вино и ошибку. Нужно научиться прощать. Тогда, когда реальность такова, что есть моя ответственность, и он раскаялся. Нужно научиться прощать. Так же, как нужно научиться отпускать, когда есть ваша вина, в том числе. И человек уже выбрал другой вариант. Он не справился. Он не справился. Он может не справиться по двум причинам. Либо мы переборщили, либо он оказался слабым. Слабым, чтобы справиться с трудной ситуацией. То и другое возможно. Мы можем быть слабы. Он может быть слаб. Мы все имеем право быть слабыми. Имеем право на свои слабости. Тогда нам нужно простить и отпустить. Тогда нам нужно вырастить вот эту мудрость. И вновь я возвращаюсь к богатому внутреннему миру, которого, возможно, недостаточно, чтобы прожить эту жизнь дальше, сделав выводы правильные. Стать не скучной, а наоборот интересной. Стать важной самой себе до такой степени, чтобы быть самодостаточной, чтобы быть человеком, который не ищет костыль и не бросает ему в спину камни, и в ее уже огород, камни. Вот вы со мной так поступили. Да нет, если бы ты тоже была другой, вряд ли бы так все получилось. То есть нужно научиться здраво мыслить. Но есть еще одна картина, которую мы тоже должны обязательно сейчас проявить, которая, например, ни к девушке, ни к ситуации не имеет никакого отношения. Если, например, у нашего молодого человека не очень вот так вот возьмем, представьте, что это папа, а это мама. И у него, например, есть какие-то переплетения с прошлым, и он по какой-то причине, сейчас вернемся, этих причин может быть много, например, не имеет связи с мамой. Ну, один из реальных примеров, которые я знаю, у молодого человека были там сестры, он младший, он последним родился. И долго-долго жил, умерли мама, папа, и старшие сестры рассказали, что был старший брат. Никто о нем не знал, младшие сестры не знали, и наш герой тоже об этом не знал. Но вот он узнал, что, будучи там ему два или три дня было от роду, он погиб от какой-то болезни, и мама настолько была впечатлена этим, что она никому больше не рассказывала, то есть это было табу, никто об этом никогда не говорил. Он где-то похоронен, никто даже не знает, где, об этом говорить было нельзя. Сестры об этом узнали как-то старше, и им запретили рассказывать младшим. Это случилось случайно, когда как-то зашел об этом разговор. Так вот, маме было настолько больно, и она помнила все время брата, что родился малыш, самый последний, который видел эту мамину боль подсознательно. поскольку он еще к тому же мальчик, он видел подсознательно существование, он знал об этом подсознательно существовании брата, но интеллектуально вот так здесь в жизни нет. Но он видел мамину боль и встал просто на мамино место, чтобы снять с нее этот груз боли, груз страданий, груз тяжести. Но он встал на ее место, а есть феномен вот этот феномен нашего переплетения с другими людьми. Когда мы занимаем место мамы или папы, когда мы стоим, мы ее как маму не видим, у нас нету с ней связи, потому что мы стоим на ее месте, потому что с ее места ее как маму мы не видим. Мы видим сына, видим детей, мы видим окружающего, но ее она вот здесь, мы ее не видим, И у нас с ней связи нет. И поэтому всю жизнь, когда мы пытаемся жить свою жизнь, мы её ищем. Мы ищем вот эту связь с мамой в ком-то другом. И у нашего молодого человека в жизни одна, другая, третья, четвёртая, пятая, шестая. И это постарше его, и это постарше его. И это ведёт себя как мама, и это ведёт себя как мама. Он такой маленький сынуля, красивый, обаятельный, привлекательный. Такой вот, который меняет женщин, у которого доминирующая черта, одна, которая связана с неправильным употреблением жизненной энергии, сексуальной. И он проживает эту жизнь через смену постоянных партнёров. Но не находит, конечно. Но не находит. Не находит, он ищет маму. Одна, вторая, третья уходят, сменяются. Он даже несколько раз был женат, и через некоторое время это переставало быть томным, и вновь какой-то поиск, такой внутренний гон. Очевидно совершенно, к большинстве женщин это не имело никакого отношения. Вот здесь встречались прекрасные женщины, и здесь встречались прекрасные женщины. Большинство из этих женщин даже не знали, что какой-то период жизни на него была одна, вторая, третья жена. То есть это был какой-то круговорот женщин в природе для него. До тех пор, пока он однажды не установил истинную связь со своей мамой. Мамы нет уже в живых, но мы через расстановки это делали. И пока он не установил настоящую связь внутри себя с мамой, со своей семьёй, осознав на всех уровнях, что он просто младший брат, был старший погибший брат, потом четыре сестры, мама, как мама их всех, их шестеро, а не пятеро, как он думал. Их шестеро, мама, папа, там все истории богатые, богатые истории семьи. И вот только в этот самый момент однажды он встретил девушку, с которой, надеюсь, теперь навсегда остался в 50 с лишним лет ради с ней ребёнка. Надеюсь, что этот гон остановлен. И все женщины, которые были вокруг него, они были обижены, конечно. И когда он встретил последнюю, очевидно совершенно, что он принёс вот этот ворох обид, ворох недосказанностей, ворох оскорблённых женских сердец вот сюда. Чем это чревато? Ну, чревато, потому что это его последствия, это его ответственность, это то, что он навсегда понесёт на себе. Это всё есть с ними. Кроме того, когда у них рождается ребёнок, он же тоже обо всём этом помнит, он же тоже обо всём этом знает. И если у женщин, с которыми он имел отношения, не хватает мудрости, чтобы его простить, понять, что это маленький инфантильный ребёнок, который не мог по-другому поступить, это было выше его, он просто не мог этому как-то противостоять. Это просто движение изнутри, которому он следовал, не знаю почему. Люблю, хочу быть здесь, но не могу не идти куда-то. Любая причина в её поведении, в их отношениях, которые развязывали ему руки, и он тут же бежал куда-то на сторону, как маленький ребёнок. Мама меня не любит, мне нужна другая мама. То есть, если человек чувствует вот такой постоянный гон, меняет партнёров и так далее, ему стоит пойти на расстановки и понять, что вообще происходит. Я бы сказала побежать. И это может произойти как с мужчинами, так и с женщинами. Ну да. Да. Женщины у нас тоже молодцы. В таком случае бывают. Как вот это всё можно было исправить? Нужно было маме просто рассказать? Ну то есть, можно ли было этого избежать или вообще никак? С точки зрения малыша и мамы? Да, чтобы у него не было вот таких вот последствий. Во-первых, конечно, дети должны знать о линии братьев-сестёр. Ну, конечно. Особенно, если это не просто абортированный ребёнок или выкидыш, особенно, если это рождённый ребёнок. Ведь почему произошло? Там, в этом семействе, в этой линии детей не только он стоял на мамином месте, там ещё пару сестёр находились в таком же положении, потому что маме настолько было больно от потери ребёнка, особенно первенца, особенно мальчика. Всё ещё этот Советский Союз немножко сгладил у нас, причесал этот разум по поводу мальчиков, рождения мальчиков. Но, тем не менее, этот человек, он немножко такой приближенный к востоку в семье, и для них рождение мальчика это было что-то, как звезда взошла на небе. Да, это должен быть первенец, мальчик, дальше кто угодно, сколько угодно, ну вот мальчик. И вдруг мальчик, ура, аллилуйя, и он погибает через несколько дней. Катастрофа, да, просто катастрофа. И вот этот уровень катастрофы всё-таки мама через принятие своей судьбы, через принятие своей жизни смирение должна внутри себя осознать, потому что дети реагируют на эту мамину боль разным способом. Это ещё не самый плохой. Я знаю детей, которые заболевали тяжело, чтобы маму таким образом снять с неё груз этой ответственности, которые, если мама уходила, уходили вслед за ней через разные аспекты, через самоубийство в том числе. То есть вот этот «я делаю это вместо тебя переплетение с мамой» это ох, какая небезопасная вещь, которую люди не осознают, и поэтому в жизни может быть что угодно. Мы обвиняем человека, мы говорим о том, что он, конечно, не без инфантильности не обошлось, но системные переплетения, системные динамики гораздо выше, чем выбор маленького неосознанного человека, гораздо сильнее, они руководят. Человек ничего не может сделать ни со своими страхами, ни со своими одержимостями, ни со своими зависимостями, ни со своими злоупотреблениями, ничего не может сделать. Он очень маленький по отношению к тому, что за его спиной привлекает его, зовет его из большой любви сделать для них, и поэтому я умру, я заболею, я испоганю себе жизнь в память о вас, и я это сделаю с великим сердцем. Духовная зрелость, духовная психология говорит о том, что нужно это все держать во внимании, нужно знать, что это существует, и нужно стать человеком, который вне зависимости от этого живет, который сам выбирает свои чувства, свои эмоции, и осознает все эти бессознательные движения. Если у него начался какой-то гон, неважно в какую сторону, человек осознанный в первую очередь скажет так, стоп, вдох-выдох, вдох-выдох, откуда это взялось, где этот критерий нравственности, где этот критерий духовности, зрелости, этики, благородства, чести, это соответствует? Нет, что-то не то. Давай я посмотрю в себя, что не так. Вот этот вектор духовного человека, всегда смотреть в себя, а не в него, в него, в нее, это она прошла, меня соблазнила. Нет, никто никого не соблазняет, никто не виноват. Твой выбор смотреть или не смотреть, твой выбор сувать куда-то руки или нет. Наши дорогие зрители, я уверена, что у вас есть очень много историй из вашей жизни, где вам было больно, или может быть вы стояли на месте того человека, который причинил боль, обязательно делитесь внизу в комментариях, у нас есть рубрика, где Ваня отвечает, разбирает ваши вопросы, ваши ситуации, и мы обязательно прочитаем, посмотрим и постараемся ответить. Будем стараться отвечать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok